Солнечные облучения Поэтому в избежание описанных проблем коже просто необходимо обеспечить правильный уход, а также питание и увлажнение. От 315 до 400 нанометров и от 280 до 315 нанометров – это излучение В. Ультрафиолетовое излучение влияет не только на кожу, но и на волосы. Избыточное воздействие солнечных лучей, особенно в сочетании с морской и хлорированной водой, может вызвать выгорание цвета волос. Некоторые даже используют это как лайфхак. Но здесь важно понимать, что есть вероятность пересушивания. В конечном итоге волосы могут стать хрупкими и ломкими. Лучи могут повредить и внешний слой волос, называемый кутикулой. Это приводит к потере блеска и ухудшению их внешнего вида. Также излучение нередко влияет на пористость волос. Они становятся более восприимчивы к влаге и химическим веществам. Дело в том, что УФ-излучение – одно из самых агрессивных воздействий окружающей среды на кожный покровь человека. И связано это с тем, что лучи УФ-излучения могут вызывать различные травматические воздействия на кожу человека. Воздействие УФ-излучения В вызывает различные воспалительные процессы на коже человека. А вот лучи А отвечают как раз за очень водный термин, который называется фотостарение. Это когда клетками дермы, фибробластами нарушается выработка коллагена и эластина. И тем самым ухудшается каркас кожи. И появляются морщинки, заломы различные. И теряется эластичность кожи. А также различные пигментные пятна появляются на коже человека. Вот за это как раз ответственно и УФ-излучение А. Несмотря на возможные негативные влияния солнечных лучей на волосы и кожу, если вовремя защищать себя, можно избежать дальнейших проблем. Как для первого, так и для второго существуют солнцезащитные средства. Для волос – спреи и маски. А для лица – так называемые средства солнцезащитного фактора, которые образуют на поверхности кожи защитный барьер, предотвращающий проникновение ультрафиолетовых лучей и защищающие клетки от их разрушительного воздействия. Все это поможет сохранить здоровье и красоту кожи и волос на долгое время. Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости.